Денис, в очередной раз приветствую тебя на совместном видео технического фундаментального анализа. Рассказываем о тех возможностях торговых, интересных, которые мы с Денисом видим. Очень надеемся на то, что эта информация, друзья, вам помогает, и вы используете ее как подспорье в принятии инвестиционных решений. По-моему, в прошлый раз, когда мы с тобой вещали, я уже делал акцент на то, что текущая неделя, ранее, как предстоящая неделя, явно не блещет фундаментальными событиями, но мы работаем с таким глобальным фоном, он идет прицепом сзади, это реакция трейдеров на пандемию. Если говорить о фунте, например, тот же самый Brexit, ну и, конечно же, все еще ждут, как центральные банки будут бороться с этой второй вспышкой в плане экономических стимулов. Это уже влияет в плане настроения на доллар, а доллар правит балом, как и всегда. Его движение провоцирует очень мощную динамику по рынку рисковых активов. Ну что, давай тогда пару слов буквально о том, что мы с тобой рекомендовали в прошлый раз и всем идеям, которые нам кажутся интересными сегодня. Так, в прошлый раз было две рекомендации. Это продажа главного валютного риска европейской валюты против доллара. Я рекомендовал присматриваться по уровню 1.13 и, в принципе, отложка была селлимита с этого значения. Сейчас мы чуть пониже, 1.12.81. Думаю, что нужно держать позицию, пока что рынок дает возможность зарабатывать, соответственно, в качестве целевого ориентира. Сильно растекаться по древу, по евро, наверное, лучше не стоит. Прежде чем мы уйдем к уровню 1.10 в какой-то долгосрочной перспективе, я думаю, что новостной фонд может еще много раз измениться. Поэтому в качестве краткосрочных ожиданий можно цепляться за уровень 1.12.720. Честно говоря, с позиции фундаментального фона ничего интересного с нашего с тобой последнего эфира по евро не произошло. Да, в качеле. Да, есть ли смысл сейчас говорить о каких-то локальных отчетах по активности сферы услуг? Ну, я думаю, что нету, потому что, в принципе, то, что происходит с евро сейчас доказывает то, что для европейской валюты ведущим активом является доллар. И эта динамика, она копируется, и инструменты сильно коррелируют. Поэтому не буду сейчас притягивать за уши, это фундаментальный фонд. Проехали, в общем, в профите, держим сел и смотрим на другую рекомендацию. Это индекс доллара. Покупал я через отложку Buy Limit, точнее, давал рекомендацию с уровня 96.80. Сейчас мы тоже в плюсе 96.93 по индексу американской валюте. Также я, как и раньше, уверен, что рост будет продолжаться. Называло много факторов. Как бы выбирайте сами. Либо используйте доллар как защиту. И, разумеется, сейчас то, что происходит в Штатах из-за нового рекорда по количеству заболевших, вот вам, пожалуйста, причины, почему нужно сейчас работать с защитными инструментами. Да и золото, как активно росло вчера, также доказывает тот факт, что интерес к защитным активам превалирует сейчас. Если не нравится с долларом работать как с защитным инструментом, тогда не нужно спорить с тем, что на стороне американцев сейчас хорошая поддержка в плане статистики. Вот последний отчет вчерашний. АСМ в сфере услуг, я думаю, что это единственные стоящие отчеты этой недели. Индекс выше 50, многомесячный максимум. И еще одна надежда для оптимистов, считающих, что американская экономика сможет выбраться из тех проблем, с которыми трудности, с которыми столкнулась из-за пандемии. И, по-моему, я уже также говорил о том, как сейчас действует ФРС в плане экономических стимулов. И тех объемов ликвидности, которые были влиты в экономику, пока что тенденция тоже выступающая за поддержку доллара, потому что ФРС начинает немного забирать ликвидности АС рынка. Короче, здесь тоже цели прежние. 98 в качестве стоп-лосса как раз можно забросить уже по этой сделке на 96.50. Если окажемся ниже, то тогда нужно будет выйти из позиции. И сегодня, Денис, мне кажется, довольно неплохой может получиться сделка по покупке пары доллар-канадец уровня отбоя от этой границы. Примерно 1.3550. Здесь нужно ориентироваться на то, что происходит на рынке нефти. Здесь нужно смотреть за тем, что американская валюта развернулась. Вот, пожалуйста, причина для роста. Здесь еще и ожидание того, что данные в пятницу по рынку труда разочаруют. Это приведет к еще большему росту. И такое небольшое ухудшение усиления геополитического фона. Она как бы забытая, старая тема, но она дает вот еще о себе знать. Это конфликт с Китаем по поводу ареста лидера, директора Huawei. И сейчас еще Канада пытается плясать под дудку США в плане независимости Гонконга. И тем самым очень сильно нервирует Китай. Я думаю, что китайцы могут провести своего рода репетицию в плане каких-то жестких ограничений через Канаду, прежде чем посмотреть, как они дальше будут работать с США. Поэтому здесь ожидание по росту. Даже сам Национальный банк Канады считает, что в перспективе двух месяцев мы увидим пару выше отметки 1.38. Но я пока рекомендую цепляться за планку 1.37. Стоп-лосс можно поставить по значению минимума. Практически получается вчерашнего. Ну, не вчерашнего, а минимума 6 июля. Это 1.3518. И еще одна сделка. Это по нефти. И коррекционная динамика идет уже второй день подряд. После того, как вчера мы сделали локальный хайп отметки 43.50, вот отбились опять же от верхней линии восходящего канала, корректируемся. Сейчас, конечно же, с точки зрения даже техники. Но не знаю, можно сказать, что шансы 50 на 50. Но с позиции фундамента я все-таки продолжаю настаивать на том, что рынок очень сильно игнорировал ранее последствия второй волны пандемии. И сейчас вот эта реакция и того, что экономическая активность с этим может замедлиться, она должна стать более очевидной. Тем более, что завтра еще данные по запасам. Рост производства нефти в США может стать еще одной причиной снижения. Поэтому рекомендую селл-стоп с уровня 42.40 и ждем в районе 40 долларов за баррель. Денис, слово тебе передаю. Так, слово взял. Хорошо, меня уже, по идее, должно быть видно. Смотри, значит, касательно, вот хотел бы с того же индекса начать. У меня, например, по индексу немножко другая картина. Я ее, в принципе, показывал. Ну да, я буду. Да, вот и в прошлый раз я все-таки склоняюсь по-прежнему к варианту снижения. При коррекции, когда вот, собственно, там, где ты покупал, как раз для меня это было как коррекционное движение, и подошли красиво вот в эту область. То есть область накопления, которую цена очень неплохо расторговала и дала реакцию вниз. В целом же, что у нас сейчас есть? Во-первых, формирование дополнительной области накопления. Также подтверждение, ну, это, скажем так, дополнительное подтверждение того, что, да, действительно, тренд вниз уже полноценно состоялся, и дальше ожидается фактически его продолжение. Это чисто вот с позиции техники, сейчас без фундамента учитываю, просто чисто техники. Поэтому, следовательно, у меня анализ базируется на том, что индекс доллара от самого движения вверх вплоть до 97, там, 97 с копейками фактически является коррекционным. Поэтому, следовательно, и евро, точно так же, как и в прошлый раз, когда у нас цена где-то вот в районе 12.70 или 65 была, где-то вот в этих краях, говорила о том, что в случае, если закрепится вверху, то можно будет покупать с откаты. Либо, опять-таки, если снова вернуться в область накопления, а область накопления вот у нас где находится, максимально сильная. И с этого диапазона у нас уже фактически будут формироваться действительно хорошие заходные движения на покупке. Поэтому я лично предлагаю все-таки евро покупать от самого ближайшего накопления. Здесь риск небольшой, на самом деле. 1.12.50 у меня стоит лимит, стоп на 1.12.10, то есть 40 тиков в данном случае стоп, риск, да. И при этом тейк в районе 1.14.20, то есть, другими словами, 170 против 40. В принципе, это 4, ну, чуть больше, чем 4 к 1 соотношение. Поэтому я все-таки, особенно с учетом пробоя данной наклона трендовой, которая практически у нас чаще всего означает смену тенденции, то я бы советовал, например, покупать. Плюс ко всему, у нас здесь попадает 1-2 маржинальная зона поддержки. Поэтому все это вместе тоже у нас дополнительную поддержку формирует. Касательно Канады. Ну, опять-таки, все упирается в доллар, поэтому тут проще, знаешь, как если правильно сказал по доллару, то и все остальные валюты просто пойдут за ними. Там они сами по себе уже даже практически не ходят. Ну, там, за исключением сырьевых, там, типа австралийца, новозеландца. Касательно Канады. Я на прошлой неделе действительно долго, упорно ждал покупки. У меня была вот здесь вот красивая зона покупателей. Верхняя граница, ее была 1,35-60. Цена ее тестировала раз. Отскочила, я уже думал, вроде как вот-вот собирается идти вверх. Но меня очень сильно смутило то, что при падении вниз, сейчас чуть детальнее покажу, у нас появился мощный такой опорный объем. Вот он. То есть этот опорный объем еще 30 июня был сформирован. Цена его вот здесь вот дважды фактически протестировала, дала реакцию вниз. Внизу здесь объемы вообще на нуле практически. Они даже ниже, чем среднестатистические. То есть, другими словами, разворот на таких объемах, как правило, он не происходит. А если происходит, ну, это очень редкое явление, прям очень редко. Поэтому я склоняюсь, что могут еще раз протестировать опорник. Фактически здесь такая очень красивая зона вращения есть. То есть, тут диапазон, который цена с разных сторон видела. И, соответственно, после отработки данного вращения буду снова здесь рассматривать сделку, но уже на продажу. То есть, если раньше действительно на покупке, если больше хотел, то сейчас я все-таки больше переориентировался на продажу. Опять-таки, связано это с тем, что индекс доллара. То есть, ну, по моему мнению, он все-таки будет направлен вниз. А вверх – это коррекционное движение, которое еще пока не закончено. И, в принципе, тут на скрине видно, куда есть для роста. Поэтому Канада приблизительно 1.3610, 1.3630. Лимитку я не ставлю, сразу говорю, здесь лимитки нет. Я буду смотреть именно появление дополнительной реакции продавцов, потому что очень много точного объема сюда было влит. И, фактически, если продавец снова появится и себя проявит, то, соответственно, тогда уже можно будет более-менее аккуратно войти. А что касается нефти, опять-таки, у нас есть ДЭПОК поддержки. Крупных объемов вверху вчера вообще не было. Основные все опорные объемы у нас также находятся внизу. Вот плюс еще дополнительный, кстати говоря, мощный опорник. Плюс ДЭПОК здесь находится накопление. И в целом, если так посмотреть, у нас вот мощные накопительные сегменты. Вот здесь тоже на прошлой неделе накопительный сегмент. И если нефти будет падать, то, опять-таки, у меня даже подпись сделана, что ситуация пограничная, но пока поддержка не сломана. В данном случае поддержка у нас выступает профильное накопление, также нахождение здесь ДЭПОКа. И плюс ко всему еще такая, это называется, как дополнительная трендовая поддержка. Она же по совместительству является и нижней границей канала. Поэтому я больше не знаю, что попытаются еще сделать третий максимум, потому что очень часто развороты формируются. Раз экстремум, два экстремум, потом третий. Вопрос в том, где этот третий будет. Потому что самая дальняя зона у меня вот она, в районе 45. Дойду туда или нет, сложно, реально очень сложно сказать, потому что одну-вторую зонку цена красиво увидела. Здесь вообще все прекрасно в этом было заранее отмечено. Здесь же верхние границы опционных контрактов премии находятся у нас. И месячные, и недельные, и следующие недели. А следующий месяц вот у нас еще выше как раз попадает в район маржинальной зоны. И в верхние границы канала. Поэтому дойдут туда или нет, правда, не берусь утверждать. Но как минимум поддержка не сломана. И поэтому я пока призываю все-таки очень осторожно быть с продажами. Чтобы продажи полноценно реализовались, это нужен красивый импульсный пробой вниз. Вот тогда на коррекции будем подбирать. Что-то наподобие, как вот здесь происходило, тогда все, никаких вопросов продажи будет. Пока что на данный момент, если не заниматься гаданием, а именно говорить по факту того, что есть пока что на данный момент, то пока еще не сломано. Поэтому тут я с тобой согласен, когда ты показал, что нужен именно пробой уровня вниз. То есть там в районе, а, ну тебя же правда бренд, это VTI. То есть по VTI нужно, чтобы импульсом пролетели 39.80. Этот уровень, если пролетят и закрепятся хотя бы там в районе минимумов, тогда с коррекцией, с откатом можно будет действительно убить. Ну а так пока в целом поддержка не сломана. И фактически при, если состоится вот это движение вверх по нефти, то фактически это влияет на укрепление фьючерса Канады. И следовательно, спотовая котировка USDCAT тогда увидится. Денис, спасибо тебе за анализ. Ну что, давай тогда традиционно следить за тем, как поведет себя рынок. Следующая встреча у нас с тобой в четверг. Поговорим уже снова о том, как эти идеи отработали. Да, я надеюсь, как-то пораяснится. Посмотрим, где будет индекс американской валюты. Тем более, что у нас с тобой разнополярные взгляды по нему. В любом случае, рынок, как и всегда, всех перехитрит. Друзья, всем хорошей недели, торговой сессии. Контролируйте риски и следите за загрузкой ваших депозитов. Денис, тебе пока и тоже профитного дня. До четверга. Пока-пока. Профитов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...